Здравствуйте, друзья! Вы на английском канале. Я Ира. И сегодня у нас в меню чистота. Не в плане чистое, а в плане частое. Частота. Frequency. Frequency. От слова frequent. Частый. Frequent. Частый. И мы с вами помним наш старый добрый трюк. Если мы сюда добавляем... то мы получаем frequently. Часто. Frequent это прилагательное. Частый. А frequently это часто. Наречие. То есть мы уже с вами умеем делать из прилагательных наречия. Frequently. Часто. Frequency. Частота. Причем частота может быть всего чего угодно. И частота волны тоже. Радиочастота. Это все обозначается этим словом. Frequency. Frequency. Частота. Frequent. Частый. Frequently. Часто. И еще одно слово есть для того, чтобы сказать часто. Это often. Возможно, вы это слово слышали. В слове often не всегда произносится буква t. Иногда она произносится, а иногда слово often произносится вот так. Often. How often. How often. Not very often. Не очень часто. Very often. Очень часто. Not often. Не часто. То есть видите, я и сама и могу сказать эту букву t. Вот эту буковку. Она может выскочить, а может и вскочить. То есть будьте привычны к тому, что можно услышать два вида произношения этого слова. И оба из них приемлемы. How often. Как часто. Always. Всегда. Never. Никогда. То есть мы идем по шкале. 100%. 0%. Вот это где-то 50%. Sometimes. Sometimes. Это значит sometimes. Некоторые времена. Некоторые случаи. Times. Мы с вами говорили, что также в значении раз. Некоторые разы. Sometimes. Это буквально некоторые разы. Always. Всегда. Usually. Обычно. Узнаете наше любимое? Вот это вот. Ly. А если вы видите слово с Ly, попробуйте сделать обычный порошок. Как сказать от слова обычно, сказать обычный. Обратным ходом. Мы просто это Ly сбрасываем, и у нас остается слово usual. This is a usual conversation. Обычный разговор. Ничего особенного. It was just a usual day at work. Обычный день на работе. Ничего особенного. It's a usual day. Usually. Обычно. Обычно. Always. Всегда. Usually. Обычно. Это значит, ну, по большей части всегда обычно бывает, но бывают какие-то, наверное, исключения. Ну, обычно, тоже практически всегда. Often. Мы знаем, что это часто. Often. И также можно сказать not often. Это значит не часто. Или not very often. Not very often. Не очень часто. Sometimes. Вы знаете, что такое sometimes. Временами. Иногда. So, so. У меня был один ученик, которого что не спросишь, он на все вопросы отвечал fifty-fifty. Ну, не знаю, я в Америке никогда не слышала, чтобы так говорили. Может быть, где-то так говорят. Но я бы скорее сказала sometimes в таких случаях, когда вы хотите сказать ни туда, ни сюда. Иногда. Вот на эти случаи можно употребить слово sometimes, когда это речь идёт именно о том, как часто. Sometimes. Rarely. Редко. Rarely. Опять же, наш старый добрый фокус. Rarely. Редко. А как сказать редкий? Редкая птица. Давайте скажем. Редкая птица. Мы уберём l-y и скажем rare bird. Редкая птица. Rare bird. Rare bird. Редкая птица. А rarely – это редко. То есть это уже наречие. Также есть слово seldom для обозначения редкости. Но я в Америке чаще слышу слово rarely в значении редкий. Rarely. Слово seldom не припомню, чтобы я его слышала, но в школе меня так учили. Напишите, если вы в Америке живёте, часто вы слышите слово seldom вообще в разговоре? Я что-то не припомню, чтобы оно встречалось так уж прямо. Occasionally – это такое словечко. Occasionally. Посмотрим, как оно произошло. Occasion. Вот если мы уберём. Occasion – это случай. This is a rare occasion. Это редкий случай. This is a rare occasion. Видите, мы прямо среди вот этих слов можем уже составлять какие-то конструкции. This is a rare – редкий occasion. Редкий случай. Rare occasion. Rare occasion. Occasional. Случайный. This is an occasional mistake. Это случайная ошибка. Случай – occasion. Occasional – случайный. Occasional mistake. А когда мы, к слову, occasional представляем l-y, у нас получается случайно. То есть от случая к случаю. От случая к случаю. Когда мне было лет 20, я много очень курила. А также любила посещать американские дейтинг-сайты. Там был такой вопрос, вы курите или нет? Надо ответить на этот вопрос. А вроде неудобно сказать, что ты куришь. Но как? Хочется как-то посимпатичней выставиться на сайте. Поэтому там было такое слово. Если ты куришь, ты можешь написать несколько. Chain smoker, который… Chain – это цепь, это когда ты одно за другой куришь. Это, в общем, как я и делала. Потом есть. Просто курю и occasional smoker. То есть, когда ты куришь occasionally. Ну и я написала, конечно, что я occasional smoker. То есть, ну, когда-то так иногда по случаю могу покурить. Хотя, на самом деле, я курила очень много. Каждый день по пачке. А написала occasionally. Ну, вроде бы, так вообще не курю, но иногда курю. Окей, жмели. Курит только, когда выпьет. А выпьет только, когда в карты проиграется. И never, never say never. Never say never. Никогда не говори никогда. Never – это никогда. Never say never. Фильм такой про Джеймса Бонда был, да? Когда вы хотите задать вопрос, вы можете спросить, How often do you do something? Как часто вы что-то делаете? How often do you smoke? How often do you drink? А, кстати, насчет drink alcohol. Drink alcohol. Как часто вы употребляете алкоголь? Тоже на дейтинг-сайтах. Такой вопрос иногда вам могут задать. Там такое есть словечко. Я вам сейчас скажу, как выкрутиться, если что. Там есть такое словечко еще. Соушили. А соушили происходит от слова… Вам видно? У меня фломастер кончается. Соушил. Вы знаете это слово. Это социальный. Соушил. То есть пью в компании. Я выпиваю в компании. Под хорошую компанию. То есть не то, что вы постоянно закладываете за воротник, там, не это самое, с утра до вечера. А нет. Соушили дринкер. Соушил дринкер. Соушил дринкер. Нет. Не постоянно пьем. Так, иногда. Соушил – это социальный компания. Соушил. Можно сказать, соушил дринкер. Это значит компанейский выпиватель. Или I drink socially. Соушили. Как? Соушили – это значит социально. Ну, то есть в компании. И, и, и. В компании. I smoke occasionally and I drink socially. Или I am an occasional smoker. Иногда курю. Occasional smoker. And I am a social drinker. И пью выпиваю в компаниях. Только когда в карту проиграю. Так что вы знаете, что на дейтинг-сайтах писать. Там много специфики своей. Если кого интересует, вы мне дайте знать. Я вам сделаю целую подборку под рейтинг-сайтом. Что там. Мои советы бывалых. Называется. Never. Never. А, а, вот еще забыла. Значит, когда вы хотите спросить. How often do you smoke, how often do you drink socially, smoke occasionally? How often do you drink? I drink always. I drink usually. Usually, when I am in a good company, I rarely drink alcohol. Обычно, когда я в хорошей компании, я редко выпиваю. Мне и так весело. I rarely drink alcohol. I rarely drink alcohol. I occasionally drink alcohol. Sometimes I can drink alcohol. I never drink alcohol. I never drink alcohol. How about you guys? How often do you drink alcohol? Leave me a comment below. Напишите в комментариях. How often do you drink alcohol? Are you a social drinker? Do you drink occasionally? Or do you drink always? Do you always drink alcohol? Do you always drink alcohol? Словечко ever очень хорошее. А, вот опять вот ever сказала и вспомнила. Do you always? Do you usually? Do you often? Do you sometimes? Do you occasionally? Do you socially? А вот слово never мы никогда не можем спросить. Do you never drink alcohol? Вы никогда не пьете. Потому что это даже и по-русски не звучит. Do you never drink alcohol? И вместо never в этом предложении do you мы можем спросить все. Do you always? Do you usually? Do you often? Do you sometimes? Do you rarely? Do you occasionally? Do you socially? А вот слово never не можем. Вместо never мы должны сказать do you ever? Do you ever? Do you ever? Do you ever? Это значит, вы хоть когда-нибудь. Когда-нибудь. Do you ever? Вы когда-либо. Вы когда-нибудь. Do you ever drink alcohol? Почему-то я на алкогольную тему скатилась. Do you ever watch American movies without subtitles? Вы хотя бы когда-нибудь смотрите американские фильмы без субтитров? Do you ever watch American movies without the translation? Вы когда-нибудь смотрите американские фильмы без перевода? Do you ever dance salsa? Вы когда-нибудь танцуете сальсу? Do you ever dance salsa? Do you ever eat Mexican food? Вы когда-нибудь едите мексиканскую еду? Do you ever eat Mexican food? Do you ever? Это значит, вы когда-либо. И отвечать на этот вопрос можно также. I always, I usually, I often, или I never eat Mexican food. I never dance salsa. I never drink alcohol. Do you ever? Это когда вы хотите задать вопрос по поводу никогда. Я вегетарианец. Вы никогда не едите мясо? Do you never? Нельзя спросить. Do you ever eat meat? Вы хотя бы когда-нибудь, то есть так переводится, вы хотя бы когда-нибудь едите мясо? No, I am a vegetarian. Do you ever eat fish? А вы когда-нибудь едите рыбу? Do you ever eat fish? Видите, от слова ever произошло слово never. То есть ever, мне кажется, это протяженность, такая вечность. А never это было no ever. Оно соединилось и получилось never. No ever. Это значит никогда. Вот так соединилось и получилось never. Спарились эти два слова. А было, наверное, это я так предполагаю, что never произошло от no ever. Forever. Это есть такое слово тоже. Оно пишется и слитно, и раздельно. Два варианта написания, смотря по контексту тоже. Навсегда. For – это навсегда. Forever. Forever. Я люблю тебя навсегда. Я люблю тебя навсегда. This secret was lost forever. Этот секрет был утерян навсегда. Навечно. Forever. Навечно. И с этим же ever можно еще сделать whenever. Когда-либо. Whenever you eat guacamole. Когда бы вы не ели guacamole, подумайте про меня, что я его люблю очень. Whenever you eat guacamole. Bring me some. Я вчера сделала guacamole, так что не надо, я пошутила. Whenever you see a stop sign. Как только вы увидите знак stop, you got to stop your car. Вам нужно остановить машину. Whenever you see, whenever, когда бы вы не увидели знак stop. Whenever you see, whenever you hear, когда бы вы не услышали пожарную сирену, вам нужно остановиться. Whenever you hear, или whenever you see. Whenever you watch English videos, try to say the words out loud. Когда бы вы не смотрели или когда вы смотрите. Whenever you watch English videos, try to say the words out loud. Старайтесь произносить слова вслух. Проговаривать слова вслух. И вот сейчас, пока я писала вот эту всю доску, мне пришло великое этимологическое открытие. Раньше не приходило в голову, что от слова ever, возможно, произошло слово every. Видите, оно же даже написано точно так же. Ever. А тут every. Я пишу every, смотрю, ух ты. Ever. Every. А не приходило в голову раньше. Every – это тоже слово частоты. Частоты. Каждый. Every minute. Every hour. Every day. Every week. Это может быть каждый что угодно. Каждая минута, каждый час, каждый день, каждая неделя. Every decade. Decade – это десятилетие. Every time. Каждый раз. Еще есть такое слово once. Once a minute. Тоже, когда это каждая минута, а это один раз в минуту. Once a day. Once a month. Один раз в месяц. Once a month. Every month – это каждый месяц. А once a month – это один раз в месяц. Чувствуете разницу? Once – также есть twice – это два раза в месяц. I see him twice a month. I see him twice a day. I see my son twice a day. Я вижу своего ребенка два раза в день. In the morning and in the evening. I see my son twice a day. Еще есть once a – вот мы здесь перечисляем минуту, час, в день. Once a day – один раз в день. А есть еще выражение, очень частое выражение, часто встречается. Once in a while. Once in a while. Once in a while. Скажите со мной. Once in a while. Once in a while. Это один раз в какой-то промежуток времени, который ничем не ограничен. Мне это раньше трудно было понять, что как бы while – что такое while? In a while. I haven't seen you for a while. Я тебя не видел какое-то время. Но вот while приводится как какое-то время. Это может быть очень большое время, может быть небольшое. Скажем, иногда, да, вот как у нас. Иногда. Разово. Разово. Когда мы по-русски говорим разово, мы раз во сколько. А кто его знает во сколько? Ну, единичные разы. Довольно редкая периодичность. Также вот с этим словом once парочка фразочек таких частых, как они называются, идиоматические выражения, или когда вот эта фраза, она уже закреплена, она вот есть как штамп, и ты ее просто знаешь, вот эта фраза уже целиком переводится, она не переводится по одному слову. Once and for all. Это однажды и навсегда. They get married once and for all. Они поженились однажды и навсегда. Once and for all. And for all. Once and for all. Once and for all. Очень часто встречается. Это тоже целиком переводится. Once more. Once more. Еще раз. Раз и больше. More переводится как больше. Раз, больше. Но не надо это дословно переводить. Вот эта вся фраза переводится целиком. Once more. Это значит еще раз. Once more. Once again. Примерно то же значение. It happened once again. Это случилось еще раз. It happened once again. Это еще раз случилось. I want to see it once again. Я хочу увидеть это еще раз. I want to see it once again. Once again. I want to see it once again. И at once тоже переводится целиком. Переводится как сразу. Раздельно написано. Просто как-то у меня слилось. At once. Сразу. Единовременно. Сразу. Одним разом. Одним махом всех побивахом. Сразу. At once. You don't watch all the videos at once. Не смотрите все видео сразу. Don't watch all the videos at once. Watch them one by one. Смотрите их по одному. Watch them one by one. Напишу. И еще по одному сказать. У меня уже черный фломастер закончился. По одному сказать. Последнее на сегодня будет слово. One. At. At. Time. Это очень устойчивая тоже конструкция. Так часто говорят. И вот эта вся конструкция. Прямо вот она целиком говорится. One at a time. One at a time. Скажите еще раз. One at a time. One at a time. One at a time. Один за раз. Один. At a time. Time – это за раз. Time – это раз. One at a time. One at a time is enough. Сегодня мы прошли вот эту тему. Don't watch other videos. One at a time is enough. Одного за раз. Is. Is enough. One at a time is enough. Ну, допустим, ребенок у меня просит конфетку. Я ему даю конфетку. Он говорит, да еще. Я могу сказать. One at a time is enough. По одной. По одной за раз. One at a time is enough. One at a time is enough. Или посмотрел фильм и пора спать. Давай еще один фильм смотреть. One at a time is enough. One at a time. Один за раз. Is enough. Enough – это достаточно. Это все у меня на сегодня. Увидимся в следующем уроке. See you guys next time. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok